Приветствую всех, кто смотрит сейчас прямой эфир телеканала Атамикен Бизнес, от программы Время Говорить. И вот сейчас мы обсудим тот митинг, который прошел в октябре сегодня. Фермеры недовольны тем, что государство задержит выплату пособий, есть претензии к Министерству сельского хозяйства. Не видят они логики в развитии нашего сектора АПК. В нескольких городах передают сейчас средства массовой информации, поддержку выказывают сельхозтоваропроизводителям АКТУБЕ. И я пригласил сегодня прокомментировать всю эту ситуацию двух экспертов. Во-первых, это Турютай Рахимбеков, председатель правления Национального аграрно-научно-образовательного центра, доктор экономических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Шарипов, президент Союза пятицеводов Казахстана. Я тоже вас приветствую. И вот что самое главное у нас, я так понимаю, участник вот этих вот митингов в АКТУБЕ. Это Марлен Баймагамбетов, глава крестьянского хозяйства Миндебай Карагаш. Господин Баймагамбетов, вы меня слышите, давайте с вас начнем. Здравствуйте. Да, да. Вы сегодня принимали участие в митинге? Да, мы сегодня в городе крестьянского хозяйства Кеминского. Да, да. Я так понял, что основной вопрос субсидий, но, к сожалению, сейчас качество связи не очень хорошее. Давайте мы сейчас вам перезвоним, поправим немножко вопрос по звуку и подключим вас еще раз. Да, не уходите никуда. Ну, давайте, ну, в общем, если коротко, нас обманули субсидиями. Вот что говорят фермеры АКТУБЕ, санкционированный митинг, они выступили сегодня. Сегодня было много разных заявлений. Господин Архимбеков, что скажете, как прокомментируете? Ну, прежде чем начать обсуждение, вообще надо разобраться, что такое субсидии, их природу, насколько должны быть эффективны механизмы, размеры и так далее. Вообще, что такое субсидии? Субсидии – это безвозмездные платежи из бюджета хозяйствующим субъектам на покрытие части их расходов. Прекрасная идея. Субсидии – это безвозмездные платежи на покрытие части их расходов. То есть, фактически государство о нас заботится, даже не о сельхозтоваропроизводителе? В целом, в стране очень много чего субсидируется. У нас субсидируется и вода питьевая, у нас субсидируется и производство автомобилей, комбайнов, тракторов и так далее. Ближе к нашей теме у нас субсидируются сельхозтоваропроизводители, которые занимаются производством сельхозпродукции. Вопрос здесь один – кто конечный получатель этих субсидий? Конечным получателем этих субсидий на самом деле является все население страны. Почему? Потому что государство берет на себя обязательства обеспечить продовольственную безопасность. Что такое продовольственная безопасность? Это экономическая, физическая доступность продовольственных товаров для всего населения страны. Идея правильно, 100% поддерживает. Почему государство, заявляя об этом, не платит эти субсидии? Вопрос встал об эффективности тех или иных субсидий. Откуда начался вопрос? Министерство финансово поставило вопрос об эффективности субсидий, которые направлялись на развитие местного скотоводства, который в прошлом году, а до этого в 2013 году поднимался бывшим руководством Министерства сельского хозяйства. Естественно, встал вопрос, насколько эффективны сегодня те затраты, которые несет государство. Ваше мнение, насколько эффективны? То, что касается местного скотоводства, об этом я говорил и в прошлом году, и в социальных сетях, и здесь же в этой студии. Кособоко развитие только одной отрасли, это не совсем правильно. Причем, заливать огромными субсидиями производство говядины в ущерб другим отраслям, в том числе, допустим, тому же птицеводству, я считаю, это неправильно. Давайте непосредственно по вашей отрасли пройдемся. Вам тоже не платят? У вас тоже большие долги? Государство вам сколько задолжало на сегодняшний день? Действительно, птицеводство тоже на сегодня очень тяжелое положение. Узнав мы, что фермеры или крестьяне Ак-Тюбинской области такое мероприятие провели, большой митинг, все птицеводы их поддерживают. На сегодня, смотрите, ситуация какая. Вот есть закон, есть программа, есть правила, которые изданы государственными органами, чтобы давать субсидии на продукцию и на племенные дела. Но, однако, например, одна область дает 100%. Вот такие вот, я могу пример привести, Кусанайская область, Северная Казахстанская область, да, к примеру. А они получают 90-100%. Алматинский область, который дает почти около 50-60 тысяч тонн в этом году, то есть в 2020 году около 60 тысяч тонн будет давать мясо птице, они получают всего 30%. Если взять Восточно-Казахстанскую область, Усканогорская птицефабрика, в прошлом году получила всего 4%. Ну, значит, неэффективно, вот господин Архебеков говорит, неэффективно, значит, тратятся эти субсидии и государственные деньги. Видимо, это логика у государственных властей. Это говорит о том, что, во-первых, это местные исполнительные органы, они каждый, когда вот этот бюджет формировал Министерство сельскохозяйства, тогда мы вмешивались. А сейчас они все это передали местным исполнительным органам. Аким в области, вот эти деньги, сперва они подают заявку, министерство дает добро, оно в общем... Так, но это нарушение бюджетного законодательства, за это можно привлечь же Акима области или главного финансиста. Общим валом отдают местные исполнительные органы, они у себя, ну, по, как бы, Аким сам делит эти деньги, утверждают на сессии Масляхата и все. Они в течение года, он может забрать, например, у птицоводства, перекинуть, как мы до этого разговаривали, что на дорогу там еще куда надо. Это какое-то преступление фермера. Нет, это немножко другое. Я говорил вообще об эффективности субсидий в сельхозотрасли. То, что касается, как вы сказали, ответственности того или иного Акима, мне сложно судить, я привык разговаривать языком законов, языком правил. Есть ли такая ответственность, предусмотрены ли те деньги, которые поступили трансфертом из республиканского бюджета. Конкретно на субсидирование. Если Аким в области потратил место субсидий сельскому хозяйству, потратил на строительство автомобильных дорог, есть ли ответственность или нет, этого я не могу сказать. Дайте, покажите, пожалуйста, нам фотографию вот с теми требованиями и подключите, пожалуйста, нашего фермера, который Марлен Баймагометов, напомню, глава христианского хозяйства Мендебай Карагаш, он сегодня... Да, ну вот, вот смотрите, это одно из требований сегодняшней, 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 в октубе было, смотрите, нет субсидий, нет хлеба, мяса и молока. Вот, вот что сегодня было в октубе. То есть вот я вижу в этом опасность. Я так понимаю, женщины с воздуха взяты, да? Об этом я и говорил, что продовольственная безопасность, это способность государства создать ситуацию, при которой есть физическая и экономическая доступность. Физическая доступность, это доступность продовольственного товара при любых обстоятельствах, землетрясения, давания, война, независимых. Экономическое, это по приемлемым ценам. Вот об этом надо говорить. Я так понимаю, что вы ступали сегодня в октубе животноводы, и если я пронимаю вашу логику, то вы хотите маленькую реформу провести. Ну так они-то о чем говорят в плане субсидий? Вообще не маленькая реформа, давно уже пора наступить. Так устали фермеры от реформы. 8-9 лет идет разговор о том, что мы уже опаздываем 8-9 лет провести кардинальную реформу. Нулевые годы прошли, когда мы решали вопрос только лишь бы нарастить объемы продукции. Сегодня надо кардинально проводить реформы в сельском хозяйстве, менять систему субсидирования, менять систему кредитования. Надо формировать инфраструктуру сельскохозяйственного производства. Таким образом, то, что произошло, допустим, сегодня в октубе, сегодня порядка 300 миллиардов тенге субсидий. До завтра будет 900 миллиардов тенге субсидий. Вопрос все равно будет стоять об эффективности с одной стороны, с другой стороны. Дойдут ли эти деньги до фермеров? Это камень тоже и в ваш огород? Нет, я не сказал. Наоборот, в поддержку я говорю. В поддержку? Да. Что вы можете сказать об эффективности использования субсидий, которые вам выделяются? Вот мы с вами на этом студии уже несколько раз встречались, об этом мы говорили. В Казахстане, в Казахстане, вот по птицеводству, кроме зерновой части, все мы покупаем за границей. Это племена и птица, это оборудование, это витамины, вакцины, ну все то, что положено для птицеводства. Мы все за валюту завозим, кроме зерновой части. И то зерновая часть, там тоже какие-то вещи, которые у нас не дают, то есть не достают. Вот на сегодня, в этом году вы знаете, что нет зерна, да? На сегодня уже цена пошла где-то за 80. Четвертый класс, где-то около 80 тысяч тенге за тонну. Это, вы знаете, мы до этого говорили, что 70% себестоимости лежит на корме. И что это мясо будет? На сегодня, на сегодня, вот я знаю, три области уже начали сокращать поголовье. И то, это люди, которые опытные люди, они уже заранее предугадывают, что надо сокращать. Недавно мы принимали технологию, да, на 20-й год. Куда сюда приезжали в союз птицеводов, руководители, специалисты, защищали свои технологии. Уже угроза где-то на 500 миллионов яиц меньше подали, да? И мясо на будущий год. И вот по данным, 250 миллионов яиц уже на 1 ноября, уже это самое, ниже произвели яйца. Это из-за субсидий? Это из-за того, что вам не дают субсидий? Из-за того, что, да, во-первых, это субсидии. Нам нужен каждый день карман. Я еще раз хочу повторить, что 70% себестоимости у нас лежит на корме, который надо каждый день купить. А его купить сейчас негде. Корм субсидируется? Корм субсидируется? Нет, корм не субсидируется. Только, например, яйцо и стук яйца. Давайте послушаем нашего фермера. По-моему, он готов подключиться. Да, давайте. Если можно. Да. Да, да, слушаем вас. Да, вот уже лучше. Расскажите, что сегодня было на митинге. На сегодня мы в Керсенске фермерской области собрались выразить свое удовольствие той сихватной, которой сейчас мы находимся. Такая ситуация, как вот, довело министерство. Да что такое, зависает у нас связь, к сожалению, неустойчивая связь, я прошу прощения у телезрителей. Ну, фраза примерно понятна. Довело сельское хозяйство, видимо, министерство. То есть, ну, я сужу по тем заявлениям, которые есть. Вот, смотрите, например, последней каплей цитата. Переполнившись чашу терпения, всталось электронное совещание на площадке РПП. Это палата предпринимателей с участием министерства. Нет никакой аналитики развития аграрного сектора. Мы поняли, что ситуация тупиковая. Ну, вот поэтому, наверное, митинг был. Ну, я бы не сказал, что нет никакой аналитики. Каждый, допустим, в том же 16-17 году, когда мы готовили госпрограмму развития АПК, мы проводили анализ ситуации в отрасли. Такая аналитическая работа проводится. И я не думаю, что совсем правы, что во всем этом видят только министерство сельского хозяйства. В этом видовато мы все вместе взяты. Я еще раз говорю, что давно пора уже взяться за системные реформы, уже на более качественном, высоком уровне. У нас многие проблемы идут из-за того, что у нас нет инфраструктуры сельского хозяйства. Почему мы производим сельскохозяйственные сырья, практически полностью обеспечивающие внутреннюю потребность? Овощи, фрукты, то же самое, мясо, молоко. Но когда приходим в магазины, на полках магазинов мы увидим не менее 50% продовольственных товаров. Россия, Беларусь и еще и дальше из Европы, из Китая, из Ирана, из Пакистана. Откуда только к нам не заводят. Потому что не работает инфраструктура. То же самое вопрос с кредитованием. Сколько у нас программ кредитования? Но сколько программ субсидирования? У нас 54 вида субсидирования. Ну что, их отменить? Вы говорите, что... Если вы поднимаете вопрос эффективности, отменить хотим или что? Вопрос надо ставить, пересмотреть так, чтобы фермеры могли разобраться. Устали от реформ фермеры. Каждый министр... Я еще раз говорю, это 8 лет тому назад надо было начинать, в 2011 году. Вот мы занялись экспортом говядины, при том, что внутри страны не хватает 100 тысяч тонн говядины. Почему у нас колбасы, мясоконсервы, все это, допустим, на 50% импорта? Да, потому что не хватает говядины, просто мясоперерабатывающие предприятия говорят. Вот по птице мясо. Буквально 15 лет назад у нас только 20% производилось отечества, 80% было импортно, это были пресловутые ножки Буша. Благодаря мощной поддержке государств сегодня мы имеем примерно 50 на 50%. Так, не дает государство больше ничего. Давайте послушаем все-таки Марлена Баймагометова, он по телефону уже, скайп, к сожалению, устойчив. Господин Баймагометов, что вы заявляли на митинге, наконец-то расскажите нам. На сегодня на митинге мы обсуждали очень много вопросов. Это было касалось и велоповодства, и осеневодства. Все исключения фермеры озвучили свои проблемные вопросы, как говорится. Основная наша проблема, это мое мнение, я так считаю, что у нас не существует единая программа по республике. Но у нас республика большая, разные климатические зоны, разные области, а в каждых областях свои приоритеты. Я думаю, уже давно пора министерству участвовать хозяйство, сейчас, сделать каждым областям свою программу. То есть активность будет, свои приоритеты, Алматы, Южно-Казахстанске, Северно-Казахстанске. Так было бы намного оперативнее, вопрос решался бы, и механизм был бы более гибче. Также мы сегодня сейчас столкнулись с ситуацией, что очень большие ущемления наши. Мелкие и средние хозяйства почти лишены права с общиней, и они сейчас идут что в животноводстве, что в животноводстве, от 600 долларов выше, или там другие критерии, которые ущемляют наши конституционные права. Да, господин Б. Магомедов, вы лично как страдаете от того, что вот такая ситуация сейчас происходит? У вас христианское хозяйство, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся и растеневодством, и животноводством, содержим овец, коров, лошадей. Субсидии не получаете? Субсидии не получаете? Да, в прошлом году у нас урезали субсидии по растеневодству, в этом году по животноводству. Сейчас у нас стоит дилемма, у нас есть текущее обязательство перед банками, перед такими компаниями Казагра. Сейчас мы должны или весь скот вырезать, продавать, чтобы погасать, или как-то оставаться на плаву. Вот это ситуация у вас. Вот это ситуация у вас. Да, 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 оставайтесь на связи, давайте начнем. Что делать? Я хотел уже конкретно сказать. Все под ножку сказать, да? Вот то, что я предлагаю, еще с прошлого года, с 17-го года и раньше я предлагал. Вот эти 65 субсидий, мы их оставили 54. Даже 54 вида субсидий, я считаю, это очень много. Надо оставить всего 3 вида субсидий в стране. Вот то, что Бай Магометов сказал, он абсолютно прав. Я об этом тоже неоднократно писал. Из более чем 200 тысяч крестьянских хозяйств в стране субсидий получают всего около 5 тысяч. Дешевыми кредитами Казагра тоже имеют доступ примерно то же самое количество. Все остальные лишены государственной поддержкой. Я не говорю про личные подсобные хозяйства. Нет, про личные подсобные хозяйства, которые производят 50% валовой продукции, а уже в одного цели 70%. Они вообще без тыгина господдержки. Понимаете? Я считаю, что что волнует крестьян? В первую очередь дешевые длинные деньги. Это вполне возможно сделать, чтобы все крестьянские хозяйства имели доступ к кредитам под 4% годовых на пополнение оборотных средств и 2% на приобретение техники. Это субсидирование процентной ставки, причем через АКК в начале цепочки. Для этого потребуется где-то 80-100 миллиардов тенге. Второй вопрос. В растеневодство ближе мы должны субсидировать ГСМ, я считаю. Сколько сегодня у нас дистоплива? 200 тенге. И два раза субсидировать только весной, осенью, перед уборкой и перед посевом. Должно субсидироваться все 365 дней в году ГСМ. И ГСМ должен стоить порядка 100 тенге для крестьянина. Причем доступность должна быть. И третье, то, о чем мы говорили с Русяки, это субсидирование кормов. Корма тоже надо субсидировать как минимум 50%. Птицеводская корма стоимость составляет доля 70%. Какая разница, что субсидировать? Субсидировать полмолодняк там и так далее, и так далее. То, что сидит 30% затрату. Или сразу в 70% субсидировать 50%. Давайте я, у нас просто 2 минуты осталось. Три вида субсидий, которые я считаю нужно оставить. Три вида субсидий. И тогда будет доступность для мелких и средних крестьянских хозяйств. Господин Баймагомедов, вы как глава крестьянского хозяйства такую модель поддерживаете, как вот господин Архимбеков сказал? Вы знаете, самая главная наша проблема в том, что у нас нет четкой долголетней, пятилетней программы. Согласен. Те программы, которые принимаются, они быстро же отменяются. То есть уже ни банки, ни мы уже не верим. Мы боимся вкладывать, мы боимся развиваться. Потому что программа принимается, она отменяется. И нынешние программы, они пишутся вот под многие крупные ассоциации, холдинги, под их не критерии, требования. Да, у нас мы заканчиваем обсуждение. Господин Баймагомедов, у нас время прямого эфира выходит. У вас надежда какая есть и на что сейчас? Скажите вот в двух словах и завершим эфир. Давайте я вам так скажу. За последние пять лет ходовые трактора, так скажем, выросли в цене 3-4 раза. И дистопливо тоже в 4 раза. А наша продукция не дает расти, нам не дают поднять цену. Вот трактор МТГ раньше стоил 1,5-2 миллиона, сейчас стоит 7-8 миллионов. Дистопливо стоил 50 в 12-м году. Надежда, на что у вас есть надежда? Инфляция все на все наши необходимые тракторы. Да, ну я прошу прощения, мы вынуждены поднять. А мы не можем поднять человечество. Понятно, понятно. Серьезные и довольно проблемные вопросы мы сегодня обсудили. Спасибо большое вам за внимание, спасибо за ваше экспертное мнение. Надеюсь, что у нас будет какой-то свет в конце туннеля. Спасибо большое. Спасибо большое. Смотрите нашу программу на сайте inbusiness.kz Субтитры сделал DimaTorzok